Зимняя рыбалка в разгаре. В этом сезоне зима сопутствует этому, но температурные перепады могут создавать угрозу для жизни и здоровья рыбаков. Риск провалиться под лёд есть всегда, даже в самую морозную погоду. Родники подводной течении истончают лёд, растения могут уменьшить его прочность, а также стоки промышленных и очистных сооружений. Волгоградские спасатели рассказали рыбакам о правилах безопасности на водоёме, о средствах, которые могут спасти человека и оценили состояние льда. В результате проводимых мероприятий мы так надеемся, что культура безопасности у людей, находящихся на льду, повышается. Существует достаточно средств, которые могут спасти жизнь человеку, провалившемуся под лёд. Каждый рыбак должен выходить на лёд, имея при себе спасательный жилет. Для спасения можно использовать и подручные средства, например, привычный для любителей зимней ловли – бур. Для того, чтобы не провалиться с головой, если у рыбаков есть буры, когда они передвигаются по льду, лучше его держать наготове, чтобы при момент проваливания бур оказался на льду, на него можно опереться и позволить не уйти с головой под лёд. А самое главное, его потом можно использовать, облакачиваться на него, спокойно подниматься. Средством спасения может оказаться и обычная верёвка, и даже верхняя одежда. Но здесь при спасении человека необходимо помнить о нюансах. Ни в коем случае нельзя бежать к пострадавшему, нужно аккуратно продвигаться, метров за 10 лечь на лёд и ползти. Подползая к утопающему, снять себе верхнюю одежду. Но есть один нюанс. Снег холодный, скользкие перчатки, руки будут в холоде. Для того, чтобы качественно оказать помощь и чтобы куртку не потерять, спержу по подаче, рукав второй не выворачивать, а просто делать забрасывание тому, кто находится в воде. Идёт бросок. Вот на расстоянии метров трёх можно спокойно работать и пытаться уже вытаскивать человека. Если чувствуете, что не получается вытащить у вас затяга к себе, куртку необходимо отпустить. Потом использовать и кофту, брюки ещё возможно. Самое главное, утопающий должен помогать тому, кто его вытаскивает. Спасатели ещё раз напоминают, что выходя на лёд, важно учитывать погоду, толщину льда и оценивать свои возможности, а также местность, где расположен водоём. Двигаться нужно скользящим шагом по ледовой поверхности. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы регионального главка МЧС.